Референдум по изменениям в Конституции запланирован на январь-февраль 2022. По словам президента, проект будет готов в течение года и обсужден всенародно. Напомним, о начале работы над изменениями Александр Лукашенко объявил на 6-м Всебелорусском народном собрании. Автомобильное топливо подорожало в стране на одну копейку. Литр 98-го бензина теперь стоит 2 рубля 14 копеек. 95-й, как и дизельная, обойдется в 1,92 рубля. За 92-й придется отдать 1,82 рубля. Как отметили в Белнефтехиме, в апреле средняя котировка нефти увеличилась по отношению к январю текущего года на 16,8%. Рост цены на моторное топливо с начала года составил 6%. Белорусам начнут выдавать сертификат о вакцинации. Документ будет предоставлен привившимся обеими дозами препарата от коронавируса. Специалисты внесут документ на звание вакцины, а также наименование медучреждения, где была сделана прививка и паспортные данные человека. Информация будет предоставлена на двух языках – русском и английском. Получить сертификат можно платно в пункте проведения вакцинации. Японские города отказываются от приема олимпийцев. Соглашение подписали более 500 муниципалитетов. Однако многие не согласились открыть двери для участников Олимпийских игр, поскольку жителям этих районов придется избегать любых физических контактов, посещений школ и тренировок на открытом воздухе. Также одной из причин отказа называются затраты на размещение, которые будут покрываться из бюджетов этих городов. В Лос-Анджелесе завершилась 93-я церемония вручения премии «Оскар». Земля кочевников стал главным приумфатором церемонии и получил три статуэтки за лучший фильм, режиссуру Хлоя Джао и лучшую женскую роль Фрэнсис Макдорманд. Лучшим актером признали Энтони Хопкинса, сыгравшего пожилого мужчину с деменцией в отце. Для зарубежных гостей организовали локации в их странах.